Очередной июль для специалистов, отвечающих за выдачу сертификатов о прохождении централизованного тестирования в техническом университете, ажиотажным не назовешь. И для этого есть свои причины. В связи с эпидемической ситуацией, выдачу документов разделили по разным аудиториям, чтобы сократить очереди и уменьшить контакт абитуриентов друг с другом. Однако, люди идут. Например, брещанин Даниил решил забрать свои сертификаты в первый день. Поступать юноша планирует в технический университет. Приехал, ну чисто потому, что в очереди не стоять потом, потому что долго будет. А я хочу побыстрее все сделать, потом отдыхать. Очередной год принес нововведение в систему выдачи сертификатов. Теперь паспорта и сертификата с отметкой прохождения экзамена недостаточно. Абитуриенту также необходимо иметь при себе аттестат об образовании. В остальном же механизм выдачи остался прежним. Несмотря на некоторые сложности проведения централизованного тестирования, в частности, непростые погодные условия, очередной экзаменационный этап прошел достаточно успешно. Централизовано более 30 тысяч 100 пропусков, то есть, соответственно, человека тестов. И из этого числа, как говорится, вернее, к этому числу еще добавляется полторы тысячи не явившихся, как говорится, ребят, которые по каким-либо причинам, ну, соответственно, не пришли. В этом году у нас всего лишь два человека было удаленных, то есть один был удален за использование мобильного телефона и, соответственно, один человек по медицинским показаниям. Напомним, срок действия сертификатов результатов централизованного тестирования – два года. Это значит, что воспользоваться ими можно будет и в будущую вступительную кампанию. А для тех, кто хочет стать студентом в 2021-м, актуальна следующая информация. С 20 по 26 июля вузы будут принимать документы у тех, кто поступает на бюджетную дневную и заочную формы обучения. Продолжение следует...